Добрый день, уважаемые коллеги! Начинаем работать. У нас сегодня в первой части заседания правительства три вопроса. Модернизация системы среднего профессионального образования Ростовской области, состояние, направление и перспективы роста. Второй вопрос. О ходе реализации Ростовского областного трехстороннего регионального соглашения между правительством Ростовской области, Союзом организации профсоюзов, Федерацией профсоюза Ростовской области и Союзом работодателей Ростовской области на 2017-2019 годы. И третий вопрос о мерах по обеспечению эпизодического благополучия, продовольственной безопасности и осуществлению регионального ветеринарного надзора. Прежде чем начать рассмотрение вопросов, прошу протокол, пожалуйста. Распоряжение. Указ губернатора Ростовской области. За многолетнюю добросовестную государственную службу наградить медалью Ордена за заслуги перед Ростовской областью. Бигвава Игоря Алексеевича. Руководителя представительства правительства Ростовской области при правительстве Российской Федерации. Министр. За большой вклад в социально-экономическое развитие Ростовской области и в связи с 80-летием со дня ее образования Бондарева Сергея Борисовича. Заместителя губернатора Ростовской области. Почетной грамотой губернатора Ростовской области. Гончарова Виктора Георгиевича. Первого заместителя губернатора Ростовской области. АПЛОДИСМЕНТЫ За многолетнюю эффективную работу по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства в Ростовской области объявить благодарность губернатора Ростовской области Корнееву Вадиму Григорьевичу, руководителю управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области. АПЛОДИСМЕНТЫ Губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжаем нашу работу. В органах местного самоуправления Ростовской области произошли кадровые изменения. Главой администрации города Новочеркасска Ростовской области назначен Зюзин Игорь Юрьевич. АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте пожелаем вам хорошей работы. До этого, как вы знаете, он был главой администрации города Зюзин Игорь Юрьевич. Успешно работал. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, приступаем к рассмотрению вопросов повестки дня. Слово Ларисе Вальтины Балиной. Модернизация системы среднего профессионального образования Ростовской области. Состояние, направление и перспективы роста. Уважаемый Василий Юрьевич, уважаемые члены правительства. В последние годы очевидно, что система образования должна стать более мобильной и способной быстро откликаться на меняющиеся потребности рынка труда. От этого напрямую зависит динамика развития экономики, потребность которой высококвалифицированных специалистов постоянно увеличивается. В Ростовской области 119 профессиональных образовательных организаций радостной ведомственной подчиненности и 24 вуза с учетом филиалов ведут обучение по программам среднего профессионального образования. 24 тысячи мест предложили выпускникам школ, колледжа и техникумы области в 2017 году. Всего 3,5 тысячи из них с полным возмещением затрат на обучение. В Ростовской области 51% от общего числа выпускников школ выбирают обучение по программам СПО. Кроме того, растет качество подготовки абитуриентов. По отдельным специальностям средний балл аттестата, поступающих в СПО в 2017 году, составил от 4,2 до 4,5 баллов. Медицина, информационные технологии, педагогика. Наиболее популярные профессии. Повар, автомеханик, сварщик, тракторист, продавец. Наиболее популярные специальности – педагогика, информационные технологии, автомобильный транспорт, строительные технологии. Основными направлениями подготовки на протяжении трех лет традиционно остаются промышленность, транспорт, сфера обслуживания, строительство, сельское хозяйство, медицина, информационные технологии и педагогика. Происходит ротация профессий и специальностей. Важным фактором является быстрая смена содержания профессий и специальностей. Возникают новые и модернизируются существующие. В соответствии с потребностями регионального рынка труда, в 2017 году набор по невостребованным, неактуальным профессиям и специальностям прекращен. Модернизация системы СПО затронула и отраслевые направления подготовки кадров. С этим связан рост числа профессий и специальностей в региональном заказе на 2018 год. В образовательных организациях обучается более 55 тысяч студентов по очной форме обучения и 12 тысяч по другим формам. Численность педагогических работников свыше 4 тысяч человек. В целях эффективного использования ресурсов системы многие образовательные программы реализуются в сетевой форме, в том числе с использованием базы отраслевых ресурсных центров, многофункциональных центров прикладных квалификаций и предприятий реального сектора экономики области. В 2017 году указанные центры провели подготовку или переподготовку повышения квалификации свыше 13 тысяч человек. В основном это люди, которые приходят по направлениям центров занятости, предприятий, заказчиков кадров, а также лица, которые планируют освоить новую профессию или специальность. Важнейшее направление деятельности Министерства – взаимодействие образовательных организаций с предприятиями-заказчиками кадров. В 2017 году заключено более 17 тысяч договоров с предприятиями на подготовку рабочих кадров и специалистов среднего звена. Это на 1,5% превысило прошлогодние показатели. Работодатели участвуют в образовательном процессе в качестве преподавателей и мастеров производственного обучения. Все образовательные программы проходят процедуры согласования с работодателями. В 98% образовательных организаций практика проводится в условиях реального производства. Этот показатель также вырос по сравнению с 2016 годом. Государственная политика в сфере профессионального образования имеет три основных направления. Первое – обеспечение доступности профессионального образования для различных слоев населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями. Второе – качество профессионального образования. И третье – это обновление содержания и образовательных технологий, подготовка кадров по новым образовательным стандартам. Важное направление работы – обеспечение доступности СПО для лиц с особыми потребностями. На эти цели в 2014-2017 годах из бюджета области выделено более 55 млн. рублей, из федерального – более 26 млн. рублей. В 2017 году создана базовая образовательная организация в Новочеркасском колледже промышленных технологий. Цель – обеспечить поддержку региональной системы инклюзивного образования. В 2018 году планируется создать ресурсный учебно-методический центр. Средства предусмотрены в федеральном бюджете, софинансированы из областного. В октябре 2017 года проведен второй региональный чемпионат «Обилимпикс» по пяти компетенциям. В начале декабря команда области приняла участие в третьем национальном чемпионате в городе Москве, и двое из пяти участников заявали две медали – золото, педагогики, учитель начальных классов, и серебро в информационных технологиях направления программирования. Критерием качества подготовки является трудоустройство выпускников. В каждом учебном заведении работает центр содействия трудоустройству и развивается целевое обучение. Такой подход обеспечил повышение доли трудоустройства по полученным профессиям и специальности до 55,3%. При этом целевой показатель превышен на 2%. Выпуск 2017 года по всем формам обучения составил более 19 тысяч человек. Около 10% выпускников продолжили обучение в вузах, 25% призваны вооруженные силы, 3% выпускниц стали мамами и ушли в декретный отпуск. Стандарты, предложенные системой чемпионатов «Молодые профессионалы» позволяют вывести качество подготовки кадров на новый, более высокий уровень. В феврале 2017 года прошел второй региональный чемпионат WorldSkills «Молодые профессионалы» по 14 компетенциям на 6 площадках. Команда победителей приняла участие в национальном чемпионате в городе Краснодаре, а в чемпионате мира WorldSkills в Абудабе Сергей Хархирян, выпускник Ростовского торгово-экономического колледжа, в составе команды представлял России в компетенции «Поварское дело». Благодаря проведению региональных чемпионатов обновлена материально-техническая база образовательных организаций. Все приобретенное оборудование используется в образовательном процессе. Инновацией в области определения качества профессионального образования станет проведение демонстрационного экзамена с учетом стандарта WorldSkills. Это направление работы закреплено поручением президента Российской Федерации. В 2017-2018 учебном году в четырех образовательных организациях области итоговая аттестация, то есть выпускной экзамен, пройдет именно в форме демонстрационного. В области развивается общественная система оценки качества образования. Процедура профессиональной общественной аккредитации проведена в 37 организациях по 51 образовательной программе. Свидетельство о профессиональной общественной аккредитации рассматривается как гарантия качества подготовки кадров. В 2017-2018 учебном году 49 организаций СПО начали подготовку по образовательным программам в соответствии с новыми образовательными стандартами. Эти организации получили 59 лицензий на ведение образовательной деятельности. Стандарты разработаны в соответствии с перечнем новых, наиболее востребованных профессий и специальностей ТОП-50. В 2016 году правительством области утвержден региональный перечень востребованных профессий и специальностей ТОП-73, а региональный заказ с 2018 года сформирован исключительно с учетом вышеназванного перечня. Министерство продолжает работу по дальнейшей модернизации региональной системы СПО. Основными направлениями развития до 2020 года признаны стать, во-первых, приоритетный проект рабочей кадры для передовых технологий, участником которого Ростовская область стала в 2016 году. Президентом Российской Федерации определена цель к 2020 году сформировать конкурентоспособную систему СПО, способную готовить для экономики кадры с мировым уровнем квалификации. Во-вторых, развитие инфраструктуры инклюзивного образования, содействие трудоустройству инвалидов и лиц СОВЗ, проведение чемпионата «Обилимпикс», повышение квалификации педагогических работников, экспертов и волонтеров. В-третьих, участие Ростовской области в системе чемпионатов «Молодые профессионалы», рост числа участников, количество компетенций, организации и проведение на территории области полуфинала национального чемпионата. Кстати, вчера, Василий Юрьевич, мы получили подтверждение победы нашей заявки. В Ростовской области в апреле месяце пройдет соревнование национальное, и по очень важной, мы считаем, для нас компетенцией эксплуатации сельскохозяйственных машин по нескольким видам специальностей. В-четвертых, это сотрудничество с предприятиями и заказчиками кадров. Поставлены задачи по дальнейшему развитию социального партнерства в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов. Вопросы подготовки кадров имеют ключевое значение для современной экономики. Система СПО Ростовской области одна из крупнейших в Южном федеральном округе. Тем не менее, по всем позициям мониторинга качества подготовки кадров, проводимого в Миноборнауке, мы не уступаем нашим коллегам. А проблемы у всех общие. Внедрение новых стандартов требует существенного обновления материально-техническо-учебно-методических баз учреждений, а также совершенствования кадрового потенциала. Поэтому в Минобразовании области совместно с органами исполнительной власти, предприятиями и заказчиками кадров предстоит достаточно сложная работа по созданию к концу 2020 года конкурентоспособной системы среднего профессионального образования. От качества совместной работы будет зависеть итоговый результат обеспечения экономики Ростовской области квалифицированными кадрами. Уважаемая Лариса Валентиновна, пользуясь случаем, позвольте прежде всего поблагодарить вас и сотрудников Министерства за последовательную работу по реализации упомянутого вами закона о взаимодействии областных образовательных организаций, СПО и работодателей. Мы действительно первыми еще в 2009 году приняли этот закон и выстроили эту систему взаимоотношений. Но сегодня нам кажется, что ее надо развернуть немножко в направлении прогнозного. Работодатель должен все-таки заказывать специалистов на 5-8 лет вперед, ориентируясь прежде всего на стратегию развития социально-экономического развития области и на собственные планы. Можете ли вы назвать уже сложившуюся такую практику вот таких взаимодействий работодателей и образовательных учреждений? Спасибо. Спасибо, Валентина Лаврентьевна. Действительно, 290 закон нам очень помогает в взаимодействии с работодателями. На сегодняшний день такие долгосрочные программы у нас реализуются, и они ориентированы действительно на достаточно долгий период, который выходит за пределы 2020 года. В основном это взаимодействие основано на договорах и на реализации программ совместно с крупными промышленными производствами Ростовской области. Во-первых, это Ростельмаш, завод имени Биреева. Очень большое количество совместных программ мы реализуем с Ростелекомом, имеем перспективные планы на совершенствование учебного процесса, в том числе с привлечением средств нашего партнера. Шахтинский политехнический колледж работает с заводом «Гидропресс» и влагонационской техникум металлобработки машиностроения с «Аттамашем». Я назвала наиболее крупные, но на сегодняшний день у нас развивается это взаимодействие и с малым бизнесом в Ростовской области. И надеюсь, что заключенные в этом году договоры мы в следующем году сможем представить уже как новации и как новое перспективное развитие такого взаимодействия и сотрудничества. Спасибо. Ещё вопросы есть? Лариса Ледина, как мы работаем сегодня, как министерство работает с людьми, которым нужно отдельное внимание, я говорю, с инвалидами, люди с ограниченными возможностями. Прошу вас проинформировать. Васильевич, по двум направлениям мы работаем. Эта деятельность у нас активно ведётся с 2014 года в рамках большей части, конечно, областной программы «Доступная среда». И она касается не только создания доступной среды в части архитектурной доступности, но и в части оснащения образовательных организаций, подготовки кадров, которые могут сопровождать детей, оказывать им необходимую помощь в освоении учебных программ. На сегодняшний день полностью соответствует требованиям доступности 12 образовательных организаций. В 2018 году мы оборудуем ещё две образовательные организации, которые будут соответствовать этим требованиям. Мы исходим из принципа приближения возможностей обучения к месту проживания детей, поэтому эти образовательные организации у нас не только в городе Ростове-на-Дону, но и практически по всей области. Понятно. Ну и всё-таки в результате внедрения стандартов среднего образования профессионального, как у нас изменится система образования? Система образования, с учётом тех нормативов, которые на сегодняшний день существуют, должна стать более практикоориентированной. Мы об этом всё время говорим. О том, что взаимодействие с работодателями должно помочь готовить учреждению именно того работника, который будет востребован конкретным работодателем. Ну и более того, новые стандарты содержат воспитательные компоненты, мы считаем, что реализация новых воспитательных образовательных программ изменит общекультурный и социальный портрет выпускника среднего профессионального образования. И это сейчас происходит. Вот мы пишем в проекте решение, что мы должны до 1 сентября 2018 года провести итоговую аттестацию. У нас всё получается? Да, Василий Ильич, это выпускные экзамены, итоговая аттестация по итогам освоения учебных программ. В зависимости от периода обучения этот процесс начинается у нас в феврале и заканчивается в июле месяце. И в этом году особенность этого процесса в том, что одной из составных частей будет демонстрационный экзамен. То есть дети во время экзамена должны будут сдать не только теорию, но и продемонстрировать свои практические навыки именно тем экспертам, которые входят в состав экзаменационной комиссии от работодателя. Нет вопросов? Тогда есть предложение, перечень поручений принять, которые предварительно согласованы, подготовлены, согласованы. У членов правительства нет вопросов, дополнений, возражений. Решение принято. Спасибо. Саживайтесь. Следующий вопрос. В вопрос о ходе реализации Ростовского областного трехстороннего регионального соглашения между правительством Ростовской области, союзом организаций профсоюза Федерации профсоюза Ростовской области и союзом работодателей Ростовской области на 2017-2019 годы. Докладывает Елена Владимировна Елисеева. Пожалуйста. Спасибо большое. Уважаемый Василий Юрьевич, уважаемые коллеги, завершается первый год реализации регионального трехстороннего соглашения, которое заключено между правительством Ростовской области, Федерацией профсоюзов и союзом работодателей на ближайшие три года. На его основе заключены и реализуются областные и территориальные отраслевые соглашения, коллективные договоры в организациях региона. В целом по области сегодня действуют три тысячи соглашений всех уровней и порядка десяти тысяч коллективных договоров, которыми охвачено почти шестьсот тысяч или шестьдесят один десятый процент работающих. И что приятно отмечать, более семидесяти с половиной тысяч из них – это работники малого бизнеса и индивидуальные предприниматели. Требующими особого внимания и постоянного контроля в соглашении являются вопросы повышения уровня заработной платы и своевременности ее выплаты, оформление трудовых отношений и недопущение выплат серой заработной платы, повышение статуса рабочих профессий и создание безопасных условий труда. Кратко остановлюсь на итогах. Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения области, включенные в критерии оценки реализации соглашения, выполнены или имеют положительную динамику. Это способствовало созданию необходимой базы для развития социальной сферы, своевременного и в полном объеме обеспечения социальных гарантий населению. Ключевой задачей в период действия соглашения стало расширение числа его участников. По данным мониторинга, задача по присоединению к соглашению в 2017 году 40% организаций, действующих на территории области, выполнена. К соглашению присоединились 6729 организаций или 42,9%. Кроме того, присоединились 1013 индивидуальных предпринимателей. По соглашению, размер минимальной заработной платы для негосударственных предприятий в 2017 году составляет 12026 рублей, для малых и микропредприятий – 10022 рубля. Обязательства по обеспечению минимальной заработной платы в соответствии с соглашением сегодня выполняют 56% присоединившихся организаций. Данный показатель, как вы все понимаете, является одним из важных индикаторов, влияющих на уровень среднемесячной заработной платы в регионе, которая по итогам 9 месяцев увеличилась на 8% и составила 27,6 тысяч рублей. Рост отмечен во всех муниципальных образованиях области, а в четырех городских округах и 17 муниципальных районах темпы выше среднеобластного показателя. Кроме этого, стороны социального партнерства весь год работали над решением общей проблемы – это задолженность по заработной плате перед работниками предприятий. Количество работников, перед которыми имелась задолженность и ее сумма, они постоянно меняются, но проблема остается. Особенно остро она стоит по предприятиям-банкротам. На сегодняшний день по вашему поручению, Василий Юрьевич, разработана и утверждена дорожная карта по ликвидации задолженности по заработной плате на предприятиях области, которая имеет конкретные сроки выполнения мероприятий и ответственных исполнителей. В настоящее время в соответствии с пунктом дорожной карты все отраслевые министерства разработали локальные дорожные карты по каждому предприятию, имеющему задолженность, и отчитаются по ним на заседание областной межведомственной комиссии до конца текущего года. В третий год продолжается работа по легализации граждан, занятых в неформальном секторе экономики и повышению поступлений страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации. Установленный нашему региону контрольный показатель на текущий год выполнен на 134,5%. На сегодня мы легализовали более 40 тысяч человек и зарегистрировали 1 200 индивидуальных предпринимателей. В пятерке лидеров по этой работе среди муниципалитетов Сальский, Песчанокопский районы, города Таганрог, Зверево и Донецк. Работа дает положительные результаты и, безусловно, будет продолжена в следующем году. Формирование безопасных условий труда остается важным социально-экономическим аспектом, требующим к себе постоянного внимания со стороны органов власти, работодателей и профсоюзов. С 2016 года внедряется проект «Нулевой травматизм» на предприятиях ДОНА, направленный на вовлечение каждого участника трудового процесса к созданию безопасных условий труда. Сегодня программой «Нулевой травматизм» охвачено 37% действующих предприятий различных форм собственности и видов деятельности. Благодаря профилактическим мероприятиям, в том числе внедрению данной программы, за 11 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено серьезное снижение показателей травматизма. Данные вы видите на слайде. Со следующего года в Ростовской области стартует реализация нового проекта «Государственный патронаж в сфере охраны труда, развития малого и среднего бизнеса ДОНА». С предложениями по его внедрению выступил Минтруд области и был поддержан нашими социальными партнерами. Данное предложение родилось из статистических данных и анализа о том, что значительная часть малых и средних предприятий у нас сегодня, к сожалению, не имеют служб охраны труда и даже не имеют ответственного лица в этой сфере. При этом именно на этих предприятиях в текущем году зафиксированы несчастные случаи. В ходе реализации данного проекта планируется проведение аудита по охране труда, формирование плана мероприятий по устранению причин производственного травматизма. Предприятия будут находиться под постоянным патронажем сформированной рабочей группы с целью содействия в устранении выявленных нарушений, разработке нормативной правовой базы в сфере охраны труда и повышения компетенции работников. Развитие социального партнерства в регионе получает положительный резонанс и высокую оценку по результатам проводимых конкурсов социальной направленности федерального и областного уровня. Ростовская область в номинации «Лучший субъект Российской Федерации в области охраны труда» заняла второе место с вручением серебряной медали призера Всероссийского конкурса «Успех и безопасность». В трех номинациях из девяти представители Ростовской области вошли в тройку лучших. Ежегодно с 2010 года проходит Всероссийский конкурс Российской организации высокой социальной эффективности. За этот период предприятия Ростовской области неоднократно становились победителями и призерами на федеральном уровне. Значимым мероприятием в социально-трудовой сфере является и конкурс «Лучший специалист по охране труда» Ростовской области. И со следующего года география проведения данного конкурса по нашей инициативе расширится, и он уже будет проводиться в масштабах Южного федерального округа. На заседании трехсторонней комиссии Южного федерального округа 10 ноября текущего года утверждено положение об окружном конкурсе. Ну а так как мы выступили инициаторами, то стартовать он будет на площадке Ростовской области. Подходя к завершению своего выступления, отмечу, что практически во всех перечисленных мероприятиях самыми активными участниками являются организации Ростова-на-Дону, Волгодонска, Новочеркасска, Таганрога, Новошахтинска, Каменско-Шахтинского, Белоколитвинского, Тацинского, Оксайского, Никлиновского и Сальского районов. Остальным необходимо равняться на лидеров. В этой связи, говоря о перспективных планах развития социального партнерства в сфере труда, которые напрямую связаны с реализацией действующего соглашения, мы предлагаем поддержать инициативу Союза работодателей области и рекомендовать проведение, начиная со следующего года, муниципальных конкурсов «Коллективный договор о основе эффективности производства и защиты социально-трудовых прав трудящихся». Министерством труда совместно с Союзом работодателей будет разработано положение в муниципальном конкурсе и после его утверждения областной трехсторонней комиссии в первом квартале следующего года рекомендовано муниципалитетам. Победители в муниципальных конкурсах будут представлены для участия в конкурсах регионального и федерального уровня. Таким образом, мы рассчитываем привлечь все городские округа и муниципальные районы к работе по распространению положительного опыта в социально-трудовой сфере и созданию позитивного имиджа организации на уровне муниципального образования региона и федерации. Уверена, что слаженная работа сторон социального партнерства на всех его уровнях позволит нам добиться поставленных соглашением задач. Благодарю за внимание. Спасибо, Елена Владимировна. Прошу, коллеги, вопрос есть? Пожалуйста. Елена Владимировна, очень полезная информация. И одна из проблем – это невыплата или задолженность по заработной плате. Близится Новый год, и понятно, что для людей праздника не будет, если заработанные деньги они не получат. Ну, во-первых, как работа и есть ли взаимодействие с правоохранительными органами. Почему? Потому что, к примеру, в Батайске есть организатор швейного производства Панькин, не выплачивает заработную плату. Ну, у него там весь пакет и легализацией там заниматься надо, и не выплачивает заработную плату девчатам-швеям. Давайте, может быть, вместе с правоохранительными органами сделаем новогоднее чудо и все-таки поработаем там, чтобы выплатили к Новому году девчатам заработную плату. Ну, и вообще, по заработной плате у нас, у меня мысль такая была. Не выплачивает зарплату губернатор, руководителю Следственного комитета, прокурору Ростовской области, руководителю налогоинспекции до тех пор, пока существует задолженность по заработной плате. При советской власти задолженности по заработной плате не было. Елена Владимировна, вот как будут решаться эти вопросы? Прежде всего, Елена Владимировна, ответит на вопрос, я все-таки предисловие. Чудом надо заниматься весь год. А в празднике должны быть праздники. Поэтому, возможно, это анекдот, возможно, это были. Когда человек приезжает отдыхать, в Кисловодск, например, и 10 дней активно занимается здоровьем. Ему доктор говорит, слушай, да сходи ты в хорошее кафе, выпей кофе, например. Доктор, да я же приехал здоровьем заниматься. Он говорит, здоровьем заниматься круглый год. А сюда приезжайте отдыхать. Поэтому, конечно, вопрос существует. Чудо не получится. Чудо не получится. В общем, мечты сбываются, как говорит Газпром. Но, тем не менее, этим надо заниматься постоянно. И проблема, о которой мы говорим практически на каждом оперативном совещании, это относится к заместителям, к министрам, к главам администрации. Я могу согласиться с постановкой вопроса, что комфорта у главы администрации, если у них есть невыплатенная зарплата, в жизни быть не может. Потому что это значит, люди, живущие в районе, себя ненормально чувствуют. Поэтому глава, приходя на работу в понедельник, должен задать вопрос, как у нас изменилась ситуация. После этого позвать руководителя, и это делать постоянно, до тех пор, пока ситуация не изменится в нормальную сторону. Вот и вся история. С точки зрения того, что не платить заработную плату и так далее, ну, собственно говоря, предложения могут быть разные. Сегодня за одно, завтра за другое. Надо просто каждому исполнять ту долю своей ответственности до конца. И тема не сойдет с повестки дня, пока каждый человек не будет, не получит свою заработную плату. Но все действие должно происходить в рамках существующего законодательства. Закон правит, как известно. Отвечайте, пожалуйста, вопрос, если что-то можете добавить. Добавить есть только одно, что во всех проблемных предприятиях мы знаем, и вы прекрасно информированы о том, что у нас еженедельно заседает соответствующая межведомственная комиссия, и правоохранители являются такими же рабочими членами этой комиссии, как и представители органов исполнительной власти. Ну, и в своем выступлении я уже сказала, что по отдельному поручению Василия Юрьевича разработана дорожная карта по ликвидации задолженности по заработной плате. Причем в этой дорожной карте учтены предприятия не только те, которые подали информацию о своей задолженности в органы статистики, но и те, которые находятся в ведомственном мониторинге у каждого органа исполнительной власти, у каждого отраслевого министерства. Плюс еще министерства отраслевые сейчас очень активно работают над тем, чтобы не допустить ситуации возникновения задолженности по заработной плате. Мы работаем и работать будем. Елена Владимировна, тут есть один момент, о котором уместно поговорить или сказать. Проблема зарплаты наступает не тогда, когда ее не выплатили, не в первый день не выплатили зарплаты, а тогда, когда поступила информация о том, что в деятельности предприятия наступает сбой. Это означает, что должны быть эффективные предупредительные меры. Мы же иногда в надежде, что кто-то вытащит ситуацию, долго-долго раскачиваемся. Потом, когда наступает проблема, предприятие проходит уже в состоянии банкротства, нам кажется, что мы быстро решим вопрос. Как известно, законодательство четко расписало, в каком порядке выплачивается зарплата, гасятся налоги, возвращаются деньги в фонды и так далее. Поэтому и отраслевики, и главы должны видеть, это несложно. Ведь у людей, которые там работают, точное из понимания порядка предприятия или она начинает прихрамывать. И если за этим постоянно следить, ситуация точно будет по контролю. Ну точно, но не бывает другой ситуации. Но просто к этому надо относиться как к любимому делу, я говорю, к своей работе. Это значит, в эту тему не упускать. Потому что нет ничего важнее, чем оплата за труд человеку. Но ничего, и быть не может. Поэтому я надеюсь, что мы это понимаем, и будем менять свою систему и свое отношение к этой теме. Еще, коллеги, вопросы, пожалуйста. Прошу, Сергей Александрович. Уважаемая Лена Владимировна, вернемся к соглашению. Третий раздел соглашения посвящен содействию занятости и кадровому обеспечению организаций. И в то же время актуальным остается вопрос трудоустройства пожилых людей и инвалидов. Вот насколько работодатели готовы сегодня принимать на работу эту категорию жителей нашей области, и как идет работа в рамках этого соглашения, о котором мы сегодня говорим. Спасибо. Спасибо, Сергей Александрович, за вопрос. Работа ведется в этом направлении круглогодичная, и сегодня работодатели действительно готовы принимать на работу людей, имеющих достаточный профессионализм, то есть людей, которые достигли пенсионного либо предпенсионного возраста. У нас последние два месяца были посвящены конкретно людям с инвалидностью. У нас прошла декада инвалидов на данном рамках этой декады состоялись тематические ярмарки, вакансии, и что приятно, достаточно большое количество работодателей отозвались на приглашение принять участие в таких ярмарках. Было заявлено более тысячи вакансий для трудоустройства инвалидов, и более половины из них было заполнено по результатам проведения этих мероприятий. Что касается пожилых людей, такая же тематическая ярмарка состоялась в рамках декады пожилых людей, и тоже результат достаточно положительный. Люди пришли и получили конкретную информацию о заработной плате, о возможностях трудоустройства, об имеющихся вакансиях, и кто хотел, был трудоустроен. Спасибо. Ещё вопросы, пожалуйста. Елена Владимировна, я не услышал цифру, до какого уровня мы достигли присоединения наших организаций к соглашению к действующему? 42,9%, при целевом показателе 40%. Понятно. Ну вот мы ставим себе высокую планку на следующий год, 60% мы должны достичь к 1 сентября. Мы стараться будем. Или до конца года. До конца года. До конца года, да. То есть это должна быть такая очень напряжённая работа. Добавить сразу 18% тому, что умеем, это непросто. У каждого должна быть точно ориентированная задача. У отраслевиков одна, у муниципалитетов другая. Поэтому мы, соответственно, должны всё это расписать. Оценив ситуацию, мы понимаем, у кого сегодня какой уровень есть, к которому нужно выходить, но выйти на 60% это весьма важно. Между прочим, это и повышение средней заработной платы по области, как мы понимаем. Динамика повышения на 8%, которая сейчас по итогам складывается, она во многом тоже зависит. Там есть доля тех предприятий, которые присоединились к этому соглашению. Поэтому необходимо расписать максимально быстро каждому муниципалитету от состояния, которое на сегодняшний день есть, до задачи, которая должна быть выполнена. И то же самое посмотреть по отраслевому принципу. Сделайте это, пожалуйста. В январе все должны это иметь. Хорошо. Какое поручение мы зафиксируем в перечне. Хорошо. Коллеги, по проекту перечня поручений есть дополнения какие-то? Нет дополнений. Есть предложение его принять с учетом одного поручения, которое возникло? Если нет возражений, поручение принято. Присаживайтесь. Спасибо. Следующий вопрос. О мерах по обеспечению эпизодического благополучия, продовольственной безопасности и осуществлению регионального ветеринарного надзора докладывает исполняющий обязанностный начальник управления Александр Боровичев-Чаров. Прошу. Уважаемый Василий Юрьевич, члены правительства, обеспечение эпизодического благополучия на территории Ростовской области осуществляется в рамках областного закона 14 декабря 2011 года номер 671 о ветеринарию Ростовской области, который устанавливает полномочия исполнительных органов государственной власти Ростовской области в сфере ветеринарии и регулирует вопросы организации Государственной ветеринарной службы Ростовской области в целях обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ростовской области, защиты населения от болезней общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации болезней животных и их лечения. В связи с напряженной эпизодической ситуацией по особо опасным и заразным болезням животных, таким как африканская чума, свиней, гриб, птиц, ящур, постановлением правительства Ростовской области 29 августа 2013 года номер 536 создана специальная комиссия по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных, которая работает под председательством первого заместителя губернатора Ростовской области Гончарова Виктора Георгиевича. Работа Государственной ветеринарной службы направлена на организацию проведения противопезотических мероприятий, в том числе предупреждение возникновения и ликвидации очагов болезней, общих для человека и животных, обеспечение безопасности продуктов животного происхождения в ветеринарно-санитарном отношении, осуществление Государственного ветеринарного надзора за соблюдением организациями и гражданами, занимающимися в сфере разведения и содержания животных, либо переработкой и реализацией животноуческой продукции, ветеринарных норм и правил. В ходе реализации противопезотических мероприятий в 2017 году проведено 748,5 миллионов диагностических исследований, профилактических и вынужденных прививок, лечебно-профилактических обработок. Из особо опасных болезней за 11 месяцев 2017 года зарегистрировано бешенство 26 пунктов, африканская чума свиней 4 очага и 4 инфицированных объекта, гриб птиц 6 очагов. На территории Ростовской области в январе, августе и октябре 2017 года в результате лабораторных исследований выявлено 4 положительных случая африканской чумы свиней в личных подсобных хозяйствах в селе Журавлево Кацелинского района, в хуторе Ленинский и Веселовского района, в городе Морозовск и поселке Комсомольский Морозовского района. Все мероприятия по ликвидации африканской чумы свиней проводятся своевременно в соответствии с распоряжением губернатора Ростовской области и ветеринарными правилами. Проводимая Минсельхозом области совместно с главами муниципальных образований работа по перепрофилированию личных подсобных хозяйств на альтернативные виды животноводства с 2013 года позволило снизить количество отчуждаемых свиней вследствие уменьшения свинопоголовья в личных подсобных хозяйствах, а соответственно и снижение расходов областного бюджета в случае возникновения африканской чумы свиней. Учитывая сложную эпизодическую ситуацию по африканской чуме свиней в Российской Федерации, а также в соответствии с комплексным планом мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Ростовской области, органами исполнительной власти организованы и проводятся контроль за перемещением живых животных и животноводческой продукции, обследование личных подсобных хозяйств на предмет соблюдения владельцами свиней требований ветеринарного законодательства, ведется разъяснительная работа с населением, в 2017 году проведено 262 выступления в средствах массовой информации, организовано и проведено 1802 схода граждан в сельских поселениях, распространено более 54 тысяч памяток. С целью регионального мониторинга за циркуляцией вируса африканской чумы свиней в 2017 году проведены исследования более 24 тысяч проб биологического материала, в том числе от дикого кабана 201 проба. В рамках выполнения федерального плана эпизотологического мониторинга, проводимого на территории Ростовской области, в 2017 году отобрано и доставлено в федеральные лаборатории 825 проб биоматериала, все результаты мониторинга отрицательные. Миграция диких пернатых по-прежнему является основной причиной, влияющей на эпизотическую ситуацию по гриппу птиц. Так, расследуя причины возникновения гриппа птиц на промышленных предприятиях и в личных подсобных хозяйствах граждан, ветеринарными специалистами был отобран биоматериал от синантропной птицы, отстрелянной вблизи предприятий, и при этом был выявлен вирус гриппа птиц у сойки, отстрелянной у предприятий компании «Евродон» и «Воробьев». Синантропная птица имеет непосредственный контакт с дикой перелетной и является передаточным звеном вируса от дикой к домашней птице. Мероприятия по ликвидации заболевания проводятся в соответствии с правилами по борьбе с гриппом птиц. В целях контроля за эпизодической ситуацией на территории области регулярно проводятся мониторинговые исследования всех видов домашней птицы, различных видов синантропной и дикой водоплавающей птицы. За прошедший период 2017 года в Государственном бюджетном учреждении Ростовская областная ветеринарная лаборатория направлена и подвергнута мониторинговым исследованиям 76 475 биоматериалов. В рамках выполнения федерального плана мониторинга отобраны и доставлены в федеральные лаборатории 3125 проб биоматериалов. На территории области осуществляется вакцинация против гриппа птиц с вакциной, выделенной за счет средств федерального бюджета. На протяжении многих лет область является стационарно неблагополучной по заболеванию бешенством животных. Заболевание характеризуется абсолютной смертностью. Основным резервуаром и источником возбудителя вируса бешенства на большей части территории является представитель диких плотоядных лисица. С 2013 года зарегистрировано 150 неблагополучных пунктов бешенства животных, из них 54 среди диких плотоядных. В ходе расследования причин заболевания домашних животных бешенством установлено, что в большинстве случаев заражение происходит после контакта с дикими плотоядными и бесхозяйными бродячими животными. В 2017 году уже завакцинировано против бешенства 415 078 голов крупного рогатого скота, 292 762 головы собак и кошек. В 2017 году за счет средств федерального бюджета осуществлена поставка на территорию Ростовской области 800 тысяч доз вакцины Робивак для оральной иммунизации диких плотоядных, 640 тысяч доз из которых уже разложены на территориях охотничьих угодий области. От всех добываемых промысловых диких плотоядных животных осуществляется отбор проб биологического материала для лабораторного исключения бешенства. В 2017 году в результате диагностических исследований на бруцеллез выявлено 5 неблагополучных пунктов в Советском, Заветинском, Семикаракворском, Цемлянском и Веселовском районах. Основным фактором, способствующим распространению бруцеллеза животных, является перемещение скота из субъектов Северокавказского и Южного федеральных округов без обязательного проведения карантинирования животных и согласования с государственными ветеринарными службами субъектов. Профилактика бруцеллеза крупного и мелкого рогатого скота на территории области проводится посредством диагностических исследований и применения противобруцеллезных вакцин. В 2017 году проведены исследования на бруцеллез крупного рогатого скота 529 тысяч голов, мелкого рогатого скота 301 тысячи голов, свиней 26 тысяч голов, лошадей 4 тысячи 959 голов. Возникновению особо опасных болезней животных на территории Ростовской области в значительной мере способствует несоблюдение ветеринарного законодательства владельцами животных, руководителями животноводческих предприятий. На базе государственного бюджетного учреждения Ростовской области Ростовская областная ветеринарная лаборатория ежегодно проводятся исследования пищевой продукции и кормов на показатели качества и безопасности. За 11 месяцев 2017 года проведено более 26 тысяч исследований продукции, выявлено 980 положительных случаев, выявляемость составила 3,8%. Во всех 980 пробах выявлено превышение по микробиологическим показателям. За 11 месяцев 2017 года на предприятиях Ростовской области осмотрено 182 тысячи голов убойных животных и 19 миллионов голов птицы. На рынках Ростовской области проведено 810 тысяч ветеринарно-санитарных экспертиз. По результатам данной работы признано недоброкачественной 246 тонн продукции. Проводимый управлением ветеринарией Ростовской области региональный государственный ветеринарный надзор является одним из основных механизмов в обеспечении физиотического благополучия и продовольственной безопасности региона. В течение 11 месяцев 2017 года специалистами управления ветеринарией Ростовской области было проведено 496 плановых и внеплановых проверок хозяйствующих субъектов и органов местного самоуправления. Всего в рамках регионального государственного ветеринарного надзора рассмотрено 2057 дел об административных правонарушениях. Наложено штрафов на общую сумму 8 миллионов рублей. Для рассмотрения дел в рамках компетенции в судебные органы передано 89 материалов. В связи с постоянной угрозой возникновения и распространения заразных болезней животных ветеринарной службы Ростовской области во взаимодействии с правоохранительными органами региона проводятся ветеринарно-профилактические мероприятия, направленные на усиление контроля за несанкционированным перемещением животных и животноводческой продукции. Так, по состоянию на 1 декабря текущего года выявлено 573 нарушения ветеринарного законодательства Российской Федерации при перемещении подконтрольных грузов. В рамках прошедшей операции «Путина» 2017 года государственными ветеринарными инспекторами выявлено 182 факта несанкционированного перемещения и реализации водных и биологических ресурсов. Снято с реализации более 36 тонн продукции. Пресвящена перевозка 52 тысяч штук рыбопосадочного материала без ветеринарно-сопроводительных документов. На особом контроле находится вопрос исполнения личными подсобными хозяйствами граждан, содержащими свиней, крупный рогатый скот и птиц, требований ветеринарных правил. С начала 2017 года специалистами управления проведено 3 326 проверок личных подсобных хозяйств с содержанием крупного рогатого скота, птиц и свиней, наложено 546 штрафов, выдано 2420 требований об устранении выявленных нарушений. Также на особом внимании у Государственной ветеринарной службы области находятся вопросы осуществления мероприятий с свиноводческими и птицеводческими предприятиями, направленных на выполнение ими мер биологической безопасности в полном объеме, то есть повышение свиноводческими предприятиями до 3-4 уровня компартмента и работы птицеводческих предприятий в режиме закрытого типа с регулярным мониторингом циркуляции вируса на прилегающей территории. В текущем году Государственная ветеринарная служба существенно увеличилась темпы внедрения системы электронной ветеринарной сертификации поднадзорных грузов. Также ряд хозяйствующих субъектов приступил к самостоятельному оформлению ветеринарно-сопроводительных документов в информационной системе «Меркурий». За отчетный период на территории области было оформлено 816 тысяч электронных ветеринарно-сопроводительных документов, что составляет 60% от общества количества оформленных ветеринарно-сопроводительных документов. В целях обеспечения эпизодического благополучия, продовольственной безопасности, Управлением ветеринарии Ростовской области будет продолжена работа по обследованию личных подсобных хозяйств, проведению противоэпизодических мероприятий, переходу на электронную ветеринарную сертификацию, выполнению этапов приоритетной программы реформа контрольно-надзорной деятельности, взаимодействию с правоохранительными органами по выявлению пресечения несанкционированного перемещения животных и животноводческой продукции. Доклад окончен. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Петрович. Вопросы, как я сказал. Прошу. Александр Петрович, если можно, два вопроса. Первый, Вы сказали об обязательной электронной ветеринарной сертификации, которая вступает в нас с января следующего года, согласно закону ветеринарии. Ваше мнение, какие положительные моменты и в чем могут быть проблемы? И второй вопрос. Заразный узелковый дерматит, достаточно сложное заболевание, в случае регистрации его на границе или у наших соседей по югу, чем или как будет обеспечена безопасность нашего региона? Спасибо. Спасибо за вопрос. Что касается электронной ветеринарной сертификации. Согласно закону о ветеринарии, она должна вступить с 1 января 2018 года. 15 декабря текущего года в Государственной Думе рассматривался данный вопрос и были внесены изменения о переносе сроков ввода электронной ветеринарной сертификации с 1 июля 2018 года. А в последующем, возможно, эти сроки будут еще продлены. Что касается положительных моментов, система «Меркурий-Ветис» предусматривает внедрение национальной прослеживаемости продукции, производимой и идущей на всех оборотах прослеживаемости на всех оборотах и производства, и реализации, а также потребления. Это положительная сторона, все хорошо и правильно, но на самом деле, к сожалению, есть и отрицательные на сегодняшний день стороны, в связи, наверное, с чем и было принято решение об продлении сроков ввода электронной сертификации, потому что сегодня не вся территория, отдаленные хутора, где имеются ветеринарные участки, имеют доступ к высокоскоростной системе интернет, а, соответственно, выписать не могут электронные ветеринарные сертификаты. Это как бы одна проблема. Вторая проблема на сегодня не лучшим образом складывается ситуация в бизнесе. Не очень активно он работает в этом направлении, а без него внедрение электронной сертификации она не имеет смысла, поскольку при поступлении продукция должна гасить ветеринарные сертификаты, а это должно быть рабочее место в каждом магазинчике, занимающемся реализацией животноводческой продукции под контрольный госветнадзор. А это должно быть рабочее место, это должен быть человек и так далее. То есть есть и такая проблема. Ну и еще очень серьезная проблема возникает и для государственной ветеринарной службы, поскольку источниками финансирования является это и областной бюджет, и приносяющий доход деятельности. Но согласно приказу 589-го Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, который издан 27 декабря 2016 года, здесь предусмотрена выписка электронных ветеринарных сертификатов на определенные виды продукции, уполномоченными, назначаемыми в самом предприятии, производимом продукцию или реализуемой продукцию, реализует продукцию. То есть уполномоченные назначаются приказом предприятия и они выписывают электронные сертификаты. Плюс к тому, приказом предусмотрена выписка электронных ветеринарных сертификатов и аттестованными специалистами, которые не входят в государственную ветеринарную службу. В связи с чем, в результате снижения оказания услуг государственная ветеринарная служба Ростовской области сможет потерять порядка 30% доходов от приносящих доход деятельности. И вместе с тем, хотел бы еще довести до сведения, что не совсем на сегодня складываются позитивные моменты по прослеживаемости продукции, потому что хозорган, недавние примеры показали, что хозорган практически может не выписывать ветеринарно-сопроводительные сертификаты своими уполномоченными, при этом они транспортируются неизвестного качества. И данные факты были подтверждены, управлением ветеринарией были организованы рейды по данному направлению, и данные факты подтвердились. То есть есть проблема и такая. Вот такие негативные моменты. Так, еще вопросы. По анагулярному дерматиту я не ответил. Пожалуйста. Александр Петрович, ну такой еще наболевший вопрос от бизнеса. Я знаю, что на встречах с губернатором бизнесмены поднимали вопросы. Мне жалобы приходили о в разы возросших справках за так называемые эти ветеринарные сертификаты, за ту продукцию, которую они выращивают. Причем у наших соседей мне привели примеры о том, что там тоже в разы меньше. Я, может быть, даже предложение вам скажу, потому что это возникло, когда, несколько лет назад, вы стянули с районных филиалов вашей структуры это все в областной центр. И тогда поднялись расценки. Может быть, вернуть все обратно, потому что я знаю, что сейчас идут такие споры о вопросе дополнительного финансирования для снижения цены. Так, может быть, вспомнить хорошо забытое старое, отдать все обратно в районы. И предпринимателей раньше проблем не было с расценками. Их устраивали те расценки, которые были там несколько лет назад, когда это все делалось районными филиалами вашей структуры. Вопрос злободневный. Спасибо за вопрос. Вы всегда его поднимаете. Хочу сказать, что вот когда были отдельные районные станции, применялись те же расценки, но в зависимости от того, каждый филиал по своим доходам мог позволить кому-то снизить расценки. То есть он своим приказом устанавливал. Сейчас, и, кстати, возникали различные распри, потому что в одном районе одна система, в другом районе другая система. Поэтому сейчас это все приведено к единообразию. Есть единый ценник, единые расценки, которые разработаны институтом нормативов экономики. И совместно с управлением эти нормативы, они едины для всех территорий. Поэтому говорить о снижении расценок, мы уже неоднократно обсуждали этот вопрос, вы знаете. И сегодня снижение расценок, оно тем более в связи с тем, что сейчас войдет электронная ветеринарная сертификация, мы потеряем еще 30% доходов, как тогда держать эпизодическое благополучие на территории Ростовской области, в других, скажем так, соседними регионами, откуда заходит к нам различного рода заболевания. Поэтому мы не поднимали расценки на коэффициент инфляции уже последние три года, но при этом работаем. В основном возникает вопрос по расценкам при убое автоматизированном, и здесь мы готовы подойти к рассмотрению персонально. Но сегодня нет вопроса, в основном возникает не Клиновском районе, а по Кроликам, но там нет этого конвейерного убоя. И нет конвейерного убоя на предприятиях, соответственно, если где есть, там расценки, они снижаются, есть договорные обязательства. Поэтому, значит, сегодня вот так обстоят дела. И все-таки, Александр Троевич, и все-таки, учитывая, что вопросы периодически возникают, и от бизнеса прежде всего, Виктор Григорьевич, до 15 января 2018 года, с учетом оставшихся дней, там несколько дней будет, давайте погрузитесь еще раз в эту тему и сделайте мне доклад по ситуации в области, разложите причины повышения расценок и внесите предложение, что будем делать дальше. Олег, я прошу вас поучаствовать тоже. От бизнеса, если нужно, пригласите несколько человек, не сидите, не между собой обсуждайте, а позовите бизнес, позовите тех, кто этим занимается, из разных точек Ростовской области, и сядьте за круглый стол и поговорите об этом. Можете убедить, убедите, не сможете, аргументы и факты приведите, которые не позволяют. Но между собой друг друга убеждать, что расценки нормальные, не стоит. Давайте на землю опустимся и посмотрим, как там сегодня люди живут и как бизнес себя чувствует. Договорились, да? Такое поручение мы запишем сегодня. Так, там еще был вопрос. Нет, все, снято. Есть еще вопросы? Один вопрос. До 25 января, мы 19-го года, да, у нас по плану противоэпизотические мероприятия, на какой год, когда мы проводим по срокам? За выполнение противоэпизотических мероприятий за 2018 год. Мы в 2018 году весь год проводим до 25 января 2019, правильно я понимаю? Так точно. То есть мы вот как раз работаем. У нас в этот период есть точное задание или мы уже по отработанному алгоритму? У нас есть задание, у нас утвержден план, согласованный с департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, и мы по нему работаем. У нас по этому году, по 2017, в этом смысле все задачи решены? Да, мы выполнили план противоэпизотических мероприятий в полном объеме. Для этого необходимое количество препаратов, лекарств у нас есть? Да, Василий Юрьевич, у нас есть необходимый запас вакцины, даже для работы в первом квартале 2018 года, извините. Поэтому, более того, объемы у нас наращиваются за последние три года с 40 миллионов. За счет средств федерального бюджета у нас поставлено в этом году на 112 миллионов вакцин. Вопрос на персональный контроль, это очень важная тема, ее надо отработать. И вторая тема, на которую обращаю внимание, вы сегодня несколько слов об этом говорили, это факты оборота подконтрольных грузов без оформления соответствующих документов. У нас есть неплохая динамика, в предыдущем году там 697 случаев, сейчас снижение до 416, но это тоже немало. Поэтому давайте подумайте вместе с теми, кто к этому имеет отношение, как ситуацию в большей степени брать под контроль. Абсолютно правильно, Василий Юрьевич, тем более в связи с тем, что сейчас внедрение электронной ветеринарной сертификации, а я говорил, что сегодня бизнес, в частности Тандер, они пытаются сегодня уходить от выписки этих документов. Поэтому здесь, в данной ситуации, считаю, очень важно усилить взаимодействие и правоохранительных органов, в частности на дорогах, и ветеринарные службы для того, чтобы пресекать данные нарушения, для того, чтобы, так сказать, не перевозилось непонятного качества продукция. Вы мне подготовьте на мою записочку, уже сейчас, не уходя в следующий год, с конкретными предложениями, чтобы я подготовил перечень поручений по этой теме на следующий год, и мы посмотрели, что нужно скорректировать. Все участники процесса, о которых вы говорите, тогда должны быть включены. И транспортные, и Минтранс, если в этом есть необходимость, и правоохранительные структуры, ветеринария. Виктор Горисович, тема требует вашего личного внимания и сопровождения. Она влияет на ситуацию в целом в Ростовской области, да, собственно говоря, и в других регионах. Спасибо. Спасибо. Присаживайтесь. Так, уважаемые члены правительства, есть по перечню поручений еще какие-то дополнения? Нет дополнений, есть предложение принять. Возражений нет? Перечень поручений принят. Коллеги, мы первую часть заседания правительства завершаем. И в завершение несколько слов буквально. Собственно говоря, входим в последнюю декаду 2018 года. Много предновогодней суеты. Я обращаю внимание абсолютно всем на необходимость очень внимательно посмотреть на организацию работы в этот период. Поручение по организации дежурства на всей территории области со сводным таким документом состоялось. Оно будет исполнено от муниципалитета, предприятий, которые занимаются вопросами жизнеобеспечения, ну, до региональных, соответственно, структур. Надеюсь, мы это исполним. Ну, и, конечно, такое повышенное персональное внимание абсолютно всех, кто имеет отношение к организации жизнедеятельности, период новогодних праздников и зимы в целом. Знаете, как вот сегодня в некоторых частях области выпал снег, ну, в течение часа его не было. Все говорят, наверное, весна так и останется. Возможно, и так и будет, но не нужно расслабляться. Никто не должен расслабляться. Зима и природа свою возьмет. Только может взять какими-то катаклизмами, коллапсами. Это значит, система должна быть на готове. Ну, что через два дня день зимнего солнцестояния, да, а через недельку день начнет прибавляться. Но вот весна далековато еще. Это просто означает, что мы с вами находимся в постоянной готовности к решению любой задачи при возникновении любых ситуаций. Надеюсь, все это понимают. И мы уже не один раз об этом говорили. Сейчас вот некоторые вопросы обсудим даже с главами на традиционной встрече, которую проводим. Надеюсь, что все понимают, что наша задача эти 10 дней отработать очень качественно и завершить год, выполняя те государственные программы, указы президента, которые мы контролируем в течение всего периода. По предварительным данным мы в целом, в общем-то, достаточно неплохо сейчас себя чувствуем. Вот если посмотреть на некоторые данные статистики за 11 месяцев текущего года, у нас промышленность по 11 месяцам фиксирует рост промышленного производства на 9,4%. Мы в более 100%, в 100,5% строим жилье, вводим жилые дома. Объем сельхозпродукции в 108,6% по 11 месяцам. Значит, по заработной плате сегодня говорили, у нас динамика. Обратил внимание некоторых руководителей на необходимость правильного завершения года. Вот Виктор Горгиевич знает задачу, например, по мясу скотой и птицей, у нас по 11 месяцев 99,8%. Это означает, что мы не можем не выполнить год. Когда 90%, я понимаю, 10% за месяц прибавить невозможно. А если 99,8%, то просто посмотреть, как работают соответствующие структуры для того, чтобы задачу выполнить. При этом это пример всего лишь, если где-то такая ситуация, это просто невнимание, не участие в завершении года. Поэтому я просто принципиально... Вот такие показатели не воспринимаются. Это значит, кто-то просто не дорабатывал последний период времени, либо квартал, либо последний месяц. Поэтому прошу вас всех посмотреть на то, как завершается 2017 год. Ну и в завершении, конечно, с основной частью присутствующих мы еще обязательно увидимся. Я хочу всем вам сказать спасибо за работу в текущем году, имея в виду, что сегодня последнее, крайнее заседание правительства в расширенном составе. И надеюсь, что вы найдете возможность передать эту благодарность всем, кто с нами вместе трудится. Ну, до конца года в разных событиях мы обязательно примем участие и поздравим друг друга с наступающим Новым годом. Спасибо. Ровно через 10 минут в 201-й главы и члены правительства, а затем по завершению продолжение рассмотрения рабочих вопросов на заседании правительства. Спасибо. 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 Спасибо.